Крупное событие произошло в жизни андеграундной культуры Волгограда. В актовом зале областной библиотеки имени Горького прошла презентация документального фильма. Картина посвящена молодому Волгоградскому фестивалю неформальной культуры «Встреча на Волге». Ранее документальные ленты создавались лишь на крупнейших мировых фестивалях, таких как немецкий рок-мринг или британский вудсток. Теперь широкая аудитория сможет узнать и о волгоградской рок-сцене. Конечно же, если бы не Сергей Осенцов, то ничего бы этого не было. Он придумал этот фестиваль, позвонил мне, говорит, Костя, ты мог бы прийти просто поснимать? Я говорю, да, не просто поснимаем, а сделаем из этого музыкальный видовой фильмец, который будет рассказывать непосредственно о тех участниках, которые сегодня были представлены в нашем фильме, о музыкантах, о тех площадках, которые там были. Вообще на фестивале было три площадки – киноплощадка, театральная площадка и музыкальная. Но мы решили охватить в основном музыкальную площадку, потому что она, на мой взгляд, казалось, наиболее интересная. Два десятка коллективов на протяжении трех дней радовали зрителей фестиваля с зажигательными ритмами и душевными лирическими композициями. И хотя погода не всегда благоприятствовала, и организация мероприятия не была идеальной, фестиваль вышел очень теплым, дружеским и позитивным. Это отмечали как зрители, так и участники. Ключ на столе век времен обратно, твое сердце в огне, И прошло дневный снег на земле оставил сырость и пятна тани, Найдя по весне не гони, отодвинься тело, созрела полна. Очень приятно, что, в частности, Сергей этим занимается, это делает. Это, на мой взгляд, нужно и важно городу. И то, что это делается на абсолютном энтузиазме, это тоже дорогого стоит. Но все будет еще, все получится. Это не первое, главное не опускать руки и что-то делать. Солнце, воздух, вода – это всегда позитивно и для здоровья, и вообще в целом атмосфера была, да, хорошая, приятная. Поэты, музыканты, художники и любители андеграундного искусства встречались на берегах Волги только второй раз. Но все сходятся на том, что прогресс есть, и фестивалью есть куда расти. Неформальная сцена в Волгограде развита достаточно слабо, но при этом есть постоянное движение вперед, творческое развитие и расширение географии дружеских связей. Несмотря на то, что фестиваль в Волгограде, было очень много гостей, приезжали гости из Екатеринбурга, из Москвы, и я думаю, это замечательное начало, и развитие будет прекрасным. Организатор фестиваля Сергей Осенцов рассказал, что идея встреч на Волге пришла ему после посещения фестиваля «Пустые холмы». Новой волгоградской рок-площадке всего два года, однако останавливаться на этом Сергей не намерен. В будущем году фестиваль расширит свою географию и стилистическое разнообразие, а значит, будут новые эмоции и новые встречи на берегах Великой Русской реки, и, конечно же, новые фильмы о культурной жизни Волгограда. Я так думал, что первый фильм, это первый показ, первый проект вообще мой в городе Волгограде. Я планирую еще проводить подобные проекты, продвигать культуру, продвигать наш любимый город Волгоград на просторах медиабизнеса, на просторах, чтобы все знали о том, что город Волгоград – это не только город спортивных достижений, но и начинающий кинематографист. Мария Платонова, Константин Броневицкий, Волгоградское деловое телевидение.